Жители, жители, не толпитесь, не нервничайте, тут на всех хватит драгоценностей. Каждый из вас получит огромное количество денег, самое главное, соблюдайте очередь. Обалдеть просто, чё за фигня в деревне происходит, я вообще ничего понять не могу. Я проснулся буквально несколько минут назад и из окна увидел вот эту гору драгоценностей. После чего вышел на улицу и услышал знакомый мне голос миллионера. И как вы слышали, он говорит о какой-то раздаче драгоценностей и огромного количества денег. Естественно, я пока что ровно так же, как и вы, вообще ничего не понимаю. Но сейчас мы вместе с вами, естественно, в этом всём разберёмся. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель. Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. Так, 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 Пиксель, секундочку, секундочку, в очередь. Если ты видел, записывай, что это не повод проходить вперёд всех. Да подожди ты на сад и кричать, ё-моё, я только подошёл, я даже проходить никуда не собирался. Я просто подошёл поинтересоваться, чё тут, блин, происходит. Благотворительность тут самая настоящая происходит, деньги раздаёт. Деньги раздают, ну, это я уже понял, только, блин, а в честь чего это происходит? В честь того, что миллионер самый добрый, самый щедрый и самый офигенный человек. Блин, да это, конечно, понятно, только непонятно, нафига он это делает. Ну кто, ребята, будет вот так вот приезжать среди белого дня в деревню, вываливать в её центре огромное количество драгоценностей и просто раздавать. Так, Носатый, стоп, секундочку, я хочу предупредить, я не иду без очереди, я просто иду пообщаться с миллионером. Пожалуйста, не нервничайте. О, здравствуй, Пиксель, как я давно тебя не видел, дружище. Привет, братишка, что, денег тебе дать? Давай, прямо сейчас насыплю. Нет, миллионер, я не за деньгами, ну нафига ты мне это золото дал? Ёбану, Пиксель, ну вы же сказали в очередь. Да подождите вы галдеть, я вообще ничего брать не собирался. Миллионер, забери, пожалуйста, вот это, я просто подошёл поздороваться и уточнить, что тут происходит. Да что происходит, Пиксель, ничего такого, просто раздают деньги. Деревня ваша отличная, жители тут добрые, всё тут хорошо. Ну как таким прекрасным людям не дать немного денег? Это, конечно, здорово, что ты такого хорошего мнения про нашу деревню, но, блин, это же, это же капец, как странно вот так вот просто выдавать огромное количество финансов. Да всё нормально, Пиксель, у меня денег достаточно. А ты чего золото выбросил? Золото не нравится, вот, держи алмазы. Да ё-моё, миллионер, я не в этом смысле, мне не нужны деньги, ну ё-моё, ну забери ты эти алмазы, ну нафига они мне? Тебе алмазы не нравятся? Давай я изумрудов тебе дам. Да не нужны мне изумруды, ё-моё, носатые сейчас меня просто, я не знаю, на вилы поднимут. Я просто подошёл поинтересоваться, для чего ты это делаешь. Никакие деньги мне от тебя точно не нужны. Спасибо, конечно, большое за предложение, но я лучше откажусь. А вы, носатые, если хотите, то берите, конечно, наверное, было бы глупо от этого отказываться. А вот я, ребята, пожалуй, всё-таки от них откажусь. Во-первых, мне действительно не нужно такое огромное количество денег, потому что я капец как глупо их потрачу, я в этом уверен. А во-вторых, если бы я их взял, то носатые со мной действительно сделали что-то плохое. За такое количество халявы носатые действительно будут рвать и метать. Потом дом мой снесут куда-нибудь, ребята, троллить меня опять будут. Я лучше действительно продолжу жить на свои 5-7 изумрудиков в неделю. И всё у меня будет замечательно. Да и тем более, знаете, ребята, ну вот есть какое-то ощущение, что бесплатный сыр находится только в мышеловке. Ну, блин, серьёзно, не может быть так, чтобы миллионер без задней мысли приехал в деревню, вывалил огромное количество золота, изумрудов, алмазов и выдавал это вот так вот налево и направо. Ну, бред какой-то. Я, конечно, понимаю, что денег у него огромное количество, и девать их уже наверняка некуда. Ну, блин, это бредятина какая-то. Ё-моё, ну, ну вот чё он сюда пришёл, миллионер? Ну, ну, ну что случилось? Да, короче, братан, я подумал, что тебе как-то стыдно деньги там брать. Я поэтому этому к тебе пришёл. Вот, возьми, возьми денежку. Ё-моё, миллионер, да ты с ума сошёл? Да-да-да-да, ё-моё, я-я-я не знаю даже, что с этим делать. Делай, что хочешь, братанчик. Я не знаю, купи себе там пиццу какую-нибудь, дом прокачай, камеру новую купи. Да какую нафиг камеру, какую нафиг пиццу? Я завод пиццу могу купить за эти деньги. Ё-моё, пять стаков эмиральдов, один стак золота и два стака алмазов, это огромные деньги. Миллионер, ну, ну, я-я-я не могу это принять, ну, забери, пожалуйста. Так, если ты сейчас начнёшь мне это всё отдавать, я очень на тебя обижусь. Так что давай, пиксели, развлекайся и трат деньги с умом, а можешь и без ума. Я просто в шоке, я просто в шоке, ребята, вы посмотрите, сколько у меня теперь денег. Ё-моё, естественно, естественно, я не буду их сейчас тратить, я их, я просто... Ё-моё, у меня просто до речи пропал. Я просто прямо сейчас положу их вот так вот в сундучок, а потом при первой возможности, когда кому-то в деревне понадобятся деньги, ну, я не знаю, на ремонт домика, после какого-нибудь гриферства, или на какое-то там, я не знаю, лечение, на таблетки, все вот эти деньги я отдам нуждающимся, потому что они мне сейчас действительно не нужны. Это, это, это просто огромные суммы, я не знаю, просто, просто невозможные. Напишите, пожалуйста, ребята, в комментариях, какая максимальная сумма изумрудов лежала в вашем сундуке. Не знаю, мне почему-то кажется, что это, ну, максимум стака полтора или два, ну, или что-то подобное. И причем это количество вы наверняка зарабатывали очень и очень долго. А я, как вы видите, получил его буквально за несколько секунд. О, Пиксер, ты тоже уже деньги от миллионера получал? Да я не собирался их получать, он мне просто, представляешь, вот просто в дом мне их занес. Блин, это действительно очень круто, я вот тоже 300 кайзумрудов получил. Я просто в шоке, деревня миллиардеров самых настоящих, я, я не знаю, тут, у нас тут, наверное, небоскребы скоро стоять будут. Да, Пиксер, это хорошая идея, я тоже только что деньги забрал. Ё-моё, еще на одного богатого жителя в нашей деревне стало больше. Чё вообще происходит? Это жесть какая-то. Мне, если честно, очень интересно посмотреть, чем это все закончится. Через сколько дней наша деревня превратится в самый настоящий город? Ё-моё, чё, раздача уже закончилась? Походу, пока миллионер отходил ко мне домой, жители просто налетели на эту кучу драгоценностей, как самые настоящие коршуны. Но оставили там вот такое вот количество блоков. Трогать я их не буду, мне это не надо, мне и так миллионер насыпал огромное-огромное количество драгоценностей. Поэтому я лучше дальше буду просто заниматься своими обыкновенными деньгами и постараюсь забыть про вот эту вот ситуацию. Ситуацию, которая сделала меня капец каким богатым. И учитывая, кстати, что раздача ресурсов закончилась, вероятнее всего через несколько минут мы сможем посмотреть, куда жители потратили деньги. Полиция какая-то в деревушку приехала. Ё-моё, ну, ну неужто жители начали в какой-то момент драться за вот эти вот деньги? Ну, ну это просто абсурд какой-то. Да господин полицейский, я правда не воровал ничего. Да у нас совершенно другая информация, что вы житель, как и все остальные жители этой деревни, своровали у миллионера деньги. Чего вообще, товарищ полицейский, вы что такое говорите, какой своровали? А вот такое, взяли и своровали, нам написали заявление. Да это бред какой-то, это фейковое какое-то заявление. Да, действительно, деньги миллионера есть в нашей деревне. Только проблема в том, что он эти деньги нам просто-напросто подарил. То есть вы хотите сказать, что он просто приехал и раздал тут всем деньги, а потом поехал в наш полицейский участок и написал на вас заявление за воровство? Ну, судя по всему, так и есть. Ну, в смысле, какое нафиг, какое нафиг заявление на воровство? Да это капец, Пиксель, меня обыскали, нашли изумруды и посадить в тюрьму хотят. Да не может такого быть, ну, сотрудники полиции, ну, это просто бред какой-то. Вы, вы вообще для чего это все оградили? Это улики, улики, которые доказывают ваше воровство. Да какое нафиг воровство, вы с ума сошли? Еще раз вам повторяю, это какое-то недоразумение просто. Подписчики моего канала свидетели всего этого абсурда. Миллионер приехал в нашу деревню, вот тут вот насыпал гору всякую драгоценность и просто, просто начал раздавать свои драгоценности. К большому сожалению, полиция Майнкрафта вам не верит, поэтому теперь вы, Пиксель, жители, вне закона. Да вне какого закона, это просто бред какой-то, я, да у меня на камеру все записано. Ой, братанчик, ну а зачем же вы воровали у меня деньги? Я же к вам по-доброму всегда. Да вы чё тут все сговорились что ли, это не смешно, блин? Вот он стоит, вот он, блин. Вот этот человек ко мне домой принес огромное количество денег, у меня там в сундуке лежат. А, то есть вы тоже воровали деньги? Да не воровал я ничего, ну как вы не понимаете? Ох, какой же план я офигенный придумал. Ну вы слышали, вы слышали, вон он про какой-то план рассказывает. Так, подождите секундочку, я уже совершенно запутался. То есть вы, Пиксель, уверяете, что ничего не воровали? Да конечно, ни я, ни жители, никто ничего не воровал. Вот этот вот человек привез нам деньги. А потом, как оказалось, написал на нас заявление. Но как вы слышали, он сам проговорился про этот план дурацкий. Видимо, таким образом он хотел как-то, ну я не знаю, подставить нашу деревню. То есть вы, житель, тоже ничего не воровали? Да не воровал я ничего. Ну вот, видите, мы все как один повторяем одно и то же. Да, да господи, давайте я прямо сейчас выключу и покажу вам запись. Да, это хорошая идея. Выключайте камеру и показывайте мне там все. Ё-моё, наконец-то, наконец-то до вас это дошло. Фух, ребята, короче, камеру я прямо сейчас буду выключать. Сами видите, ситуация срочная. Я уверен, что у нас прямо сейчас получится доказать это все сотрудникам полиции. А они уже потом пускай разбираются вот с этим, ё-моё, аферистом самым настоящим. Я как чувствовал, ребята, и не хотел брать эти деньги. Ну вот как чувствовал, он мне просто их втюхал, блин. Короче, ролики я заканчиваю. Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, до завтра и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok